На дефицит чистого воздуха жалуются жители многоэтажки на улице Баррикад в Иркутске. Причем источник неудобства не в перегруженных автомобилями транспортных артериях. Причина под ногами, вернее в подвале. Его регулярно заливает канализация. Запах соответствующий. Почему коммунальная авария здесь стала делом привычным и можно ли осушить дурно пахнущий источник? В проблему погрузилась Александра Якубчик. Здесь где-то 5-6 сантиметров есть вода. Подвалы жилых домов на улице Баррикад в Иркутске превратились в аквапарк. Только здесь не до веселья. И купаться вряд ли кто-то рискнет. Помещение залило канализационными водами. Запах стоит не только на девятом этаже этого дома, но и в соседних многоэтажках. Впрочем, подобная авария здесь случается не впервые. Насосная станция, которая должна откачивать эту воду канализационную, то есть фекальные воды забиваются периодически, вода поднимается и топит наши подвалы. Соответственно, запах идет непередаваемый по этажам, которые попадают в квартиры. И я боюсь, что разрушаются конструкции нашего дома, ну и другой ущерб наносится. Уже почти полгода подвалы регулярно заполняются канализационными водами. Жители домов говорят, что уже столкнулись с последствиями. Просел грунт, из-за чего внутри здания появились трещины. С каждым разом уровень нечистот поднимается все выше. Теперь в некоторых местах он достигает 10 сантиметров. С проблемой жители дома борются вместе с управляющей компанией. Обращались в управление капитального строительства, которое отвечает за оборудование в сетях, городскую администрацию и водоканал. Сотрудники последнего уже не раз бывали в этом доме и дорогу знают с закрытыми глазами. Впрочем, найдет его и новичок по запаху. Сюда осмелится погрузиться только самый смелый или сотрудники водоканала. Именно им сейчас придется чинить насосы, чтобы восьмиметровая выгребная яма смогла функционировать. Однако это временная мера, ведь требуется капитальный ремонт канализации. Насосы, шреддер, трубы — все требуют замены. Специалисты оценили работы почти в 11 миллионов рублей. Но перед ремонтом необходимо передать полномочия по обслуживанию канализации водоканалу. Только когда это произойдет и сколько еще жителям домов на улице Баррикад мирится со зловонным болотом в подвале, неизвестно. Александра Якубчик, Владимир Пинаев. Новости по будням.